Музыка Здравствуйте! Не так давно мы показывали вам тест трёх горячих хэтчбеков самых заряженных горячих хэтчбеков, представленных на российском рынке Это были Mazda 3 MPS, Ford Focus ST и Opel Astra OPC И сегодня мы повторяем тот же эксперимент Мы снова сталкиваем заряженные версии от этих брендов только уже в более серьёзной весовой категории Здравствуйте! И сегодня у нас речь уже совсем не о хэтчбеках Потому что Mazda 6 MPS к нам поставляется только в кузове седан А Vectra хоть технически и является хэтчбеком, но очень ловко замаскирован под тот же седан И сегодня у нас только два участника, потому что Ford Mondeo ST220 он сошёл с дистанции с такой мощностью, всего 220 лошадиных сил Нечего делать в нашем сегодняшнем тесте Конечно, ведь здесь и здесь по 260 лошадиных сил Причём с апреля 2007 года 260-сильный мотор меняется на 280-сильный Но пока наши бойцы находятся в равных условиях Глядя на цифры объёма двигателя, мощности и максимального крутящего момента подкованные в автомобильной тематике зрители уже могут делать ставки на участников нашего теста Тем более, учитывая данные о разгоне с места до сотни А если ещё учесть и массу, то прогноз получится практически стопроцентный Но это пока лишь сухие цифры Практика же может дополнить их множеством разнообразных нюансов Начиная от состояния дорожного покрытия и заканчивая удобством управления этими практически спортивными болидами И нам ещё предстоит узнать, что эти цифры обозначают в реальной жизни Как эти сотни лошадиных сил и ньютон-метров поведут себя на дороге Ну, я надеюсь, что разницу в крутящем моменте, в объёме двигателя и в разгоне с нуля до сотни мы сегодня попробуем ощутить И наверняка мы кое-что почувствуем Вектор ЛПЦ, конечно, на фоне довольно скучноватой Мазды Просто красавец Несколько даже эпатажный Этакий а-ля гоночный обвес Хромированные ручки дверей, хромированные молдинги А если мы заглянем в салон, мы обнаружим, что на Дубрансном его потрудились люди, которым далеко не чуждо чувство вкуса И несмотря на некий минимализм, мы обнаруживаем здесь многофункциональный Многофункциональный жидкристаллический дисплей с бортовым компьютером Телефон, бортовой телефон, штатный встроенный, раздельный климат-контроль И даже вставки из натуральных пород карбона А если мы заглянем за заднюю дверь, то мы обнаружим, что пассажирам здесь будет доступно всё то же Что и тем, кто ездит на задних диванах седанов бизнес-класса Включая вот такие симпатичные шторки Противосолнечные шторки Отдельный блок управления аудиосистемой Причём раздельный для левого и правого пассажира Подстаканники и диффузоры климатической системы Правда, среди всего этого богатства куда-то потерялся электропривод кресел Водителя и переднего пассажира Ну и для полноты картины отметим ещё практически формульный диффузор Из того же а-ля гоночного обвеса И хромированные патрубки выхлопной системы Которая звучит, между прочим, весьма и весьма породисто Ну, из всего вышеперечисленного в Мазде 6 Наверное, стоит отметить те же патрубки выхлопной системы Которые выглядят достаточно сочно А из комфорта для задних пассажиров есть только пепельница Причём без прикуривателя Зато, в отличие от Вектры В Мазде 6 МП стоят электрические сидения с подогревом И такая мелочь, как полный привод Да, козырь серьёзный Аргумент практически неубиваемый Однако посмотрим, насколько он окажется всё-таки решающим в нашей схватке Хотя, сдаётся мне, она выливается в некое противостояние технократов Которые готовы довольствоваться, в общем-то, спартанской обстановкой Ради смакования точной механики И эстетов, для которых важна любая мелочь в облике автомобиля в его внутреннем убранстве Чего стоит один только вот этот вот потрясающий васильковый металлик Я имею в виду цвет Только в нём доступны машины ОПЦ И именно по нему можно определить, что ты имеешь дело с волком в овечьей шкуре Да, у Мазды 6 МПС нет фирменного цвета Она может быть красной, чёрной и, наверное, даже зелёной Но цвет, хром и климат-контроль на скорость не влияют А эти машины мы всё-таки выбираем ради динамики Джентльмен, что ж, заводим моторы и посмотрим Предлагаю первое упражнение дрэк-рейсинг Ну и пока мы едем на старт нашего импровизированного дрэк-рейсинга На трассу на Тушинском аэродроме, где регулярно проходят профессиональные соревнования по этой дисциплине Я осмелюсь на одну маленькую хитрость Дело в том, что помимо отключаемой системы ESP и в Мазде, и в Опеле В Опеле есть ещё одна кнопочка с надписью SPORT Так вот, нажав эту кнопочку, мы производим своеобразный чип тюнинг автомобиля Во-первых, машина начинает гораздо лучше реагировать на нажатие педали газа Во-вторых, рулевое управление становится острее А в-третьих, зажимается подвеска Но сейчас нас больше интересует именно дроссель Субтитры делал DimaTorzok Да, к сожалению, похоже, что уловка с кнопкой SPORT не прошла Ну, полный привод есть полный привод Я думаю, даже на сухой дороге ничего кардинальным образом здесь не изменится И всё же я предлагаю поменяться, потому что мне надо отыграть почти 3000 рублей Эту разницу в 0,3 секунды на разгоне я почувствовал тут же Мазда буквально выстреливает, ты чувствуешь перегрузки, как твое тело втапливает в эти довольно удобные ковши И всё же, дорогие друзья, я не стал бы вот так сразу списывать вот эту синюю машинку Ведь у неё, у Opel Vectra OPC есть тоже свои тузы в рукаве И ведь разгон с нуля до сотни или на 400 метров это ещё не всё Есть ещё понятие управляемости Так что следующая дуэль состоится на змейке, где в пользу Opel говорят Более высокий крутящий момент на низких оборотах Меньший дорожный просвет и более низкий центр тяжести А ещё вспомним, что здесь одним нажатием кнопки можно зажать подвеску и заточить руль Мазда, увы, этого лишена Глядя на боты из старта Opel, становится понятно Что в этом состязании Мазде на лёгкую победу рассчитывать не приходится А ведь работает Работает система спорта И действительно, кремов практически не ощущается Более того, автомобиль настолько чутко реагирует на газ Что можно, наверное, работать просто большим пальцем правой ноги Я думаю, что на змейке у Opel есть все шансы выйти победителем А вот шансы Мазды с каждой пройденной фишкой тают, как весенние сни Да, вот сейчас ты понимаешь на змейке, что такое полупрофессиональное железо Да, благодаря полному приводу Очень хорошо настроены педали газа Автомобиль легко управляется не только рулём, но и акселератором Прекрасно в скольжении В лёгком сносе заднее сито Можешь объезжать конусы Ну, простите Почему? Почему эта работа Заставляет очень быстро уставать на руль Буквально приходится наматываться Ребята, руль действительно очень тяжёлый И подход концептуально разный Opel – некое правильно сделанное блюдо от шеф-повара Из тех, что можно безошибочно заказывать А Мазда – штучка для гурмана Но результат такого Opel стабильно привозила Мазде по две секунды Ну, а потом мы поехали на Воробьёвы горы Сколько бамперов, заряженных тачек, отдыхающих после нелегальных гонок Было поломано об эти бордюры Причём это не единственный бордюр в Москве Который оказывается сильнее И самое главное – выше нижней челюсти Opel Vectra OPC А что же у нас с Маздой? Мазда – полноприводный автомобиль И вот этот вот грейдер по нижней кромке переднего бампера Ей просто не положен по статусу Но с другой стороны, с точки зрения этого бордюра Разницы между автомобилями нет никакой Что тот, что другой не выдержит столкновения с жёстким камнем Поэтому мне кажется, что Opel в этом плане честнее Он откровенно предупреждает водителя Что такие столкновения совершенно исключены А Мазда оставляет какие-то иллюзии Но площадка перед университетом Нас интересовала ещё и рекордным числом Лежачих полицейских на квадратный километр асфальта Их положили для борьбы с теми же нелегалыми стритрейсерами Но нам эти препятствия очень пригодятся Как известно, Ситроен, когда доказывал Насколько мягка подвеска дешево гадкого утёнка То он ставил на заднее сидение Вернее, на подобие заднего сидения Корзину, плетёную корзину с куриными яйцами И ездил по свежевспаханному полю Так вот, ни одно яйцо не разбилось Мы положим в багажник испытуемых автомобилей По десятку яиц И проедемся по обычной московской дороге На которой полно лежачих полицейских ям И других неровностей И посмотрим, по итогам этого эксперимента У кого же в багажнике останется больше целых яиц И, наверное, такому автомобилю Можно будет без труда доверить Своё изнеженное тело Даже с отключенной системой спорт То есть, когда амортизатор работает В самом мягком щадящем режиме Я бы не стал рекомендовать этот автомобиль Людям, которые страдают Серьёзными заболеваниями позвоночника Но, с другой стороны Жёсткость подвески здесь не экстремальна И если тебе нравится всё остальное То в ежедневной эксплуатации Подобные вещи терпеть можно Именно что терпеть Потому что получать удовольствие от этого На наших дорогах Не получилось даже с пятой попытки Но посмотрим, что вылупилось у нас в багажниках Пока яйца вроде бы целы Багажник Мазды потряхивает ощутимо сильнее Но в Opel'е жёстче ударные импульсы Так что ни в том, ни в другом случае Рассчитывать на здоровое потомство не приходится Ну и если мы говорим о том Что эти автомобили теоретически пригодны К ежедневной круглогодичной эксплуатации То на них волей-неволей придётся возить Женщин, детей, домашних животных А также совершать вылазки за город, на дачу И еженедельные поездки За оптовыми закупками продуктов На неделю в какие-нибудь окрестные супермаркеты Попробуем оценить их багажники В Opel'е багажом можно играть в пятнашки Объём только от пола до полки 500 литров И это при том, что мы ещё не трогали полку И не раскладывали задний диван Сидения здесь раскладываются один к двум Как в любом современном автомобиле Но что важно В середине есть ещё и отдельный лючок Который мы можем открыть Для того, чтобы у нас поместили сюда Например, лыжи Если мы не хотим складывать диван Ну а чем у нас на сей счёт богата Мазда? Первое, на что хочется обратить внимание В багажнике Мазды Это вот такая вот полезная штука Называется докатка Не бог ведь что, конечно Но в Opel'е нет и такой При том, что в литрах объём выглядит неплохо Ситуацию портит невозможность трансформации В спинке задних сидений нет даже лючка В который можно было бы положить Что-нибудь наподобие лыж Весьма странно Потому что полный привод предполагает Какой-никакой, но всё-таки Активный образ жизни своих владельцев А с таким багажником Они вряд ли разгуляются Ну а посмотрим, насколько могут разгуляться Пассажиры на задних сидениях Ведь нам приходится возить в этих машинах Родственников, друзей, знакомых детей В конце концов И так у нас есть эталонное детское кресло И эталонный ребёнок Немного терпения Малая толика усилий И эталонный ребёнок крепко зафиксирован И готов к эталонной поездке При этом, что интересно Потолок Opel'я нам казался довольно покатым и низким Но расстояние от головы ребёнка до потолка Ещё хватает Обычно рослые дети В детских креслах съедают довольно много пространства На заднем диване И передний пассажир упирается ногами В крышку бардачка Но и здесь такого не происходит Довольно просторно и впереди, и сзади Посмотрим, что у нас в Мазде Задний диван Мазды В отличие от заднего дивана Opel'я Это не два отформованных ковша А это нормальные задние сидения На которых можно ездить втроём Может, их не так спортивно Но с другой стороны гораздо более утилитарно Что же касается установки детского кресла То, благодаря такой конфигурации дивана Это кресло тоже съедает гораздо меньше места Если в Вектре родственные люди Сидящие друг за другом Могут поместиться комфортнее То в Мазде Они сидят практически как в седании бизнес-класса Посмотрите Здесь расстояние до бардачка ещё больше Но вряд ли расстояние до бардачка Станет решающим аргументом В пользу выбора той или иной машины Поэтому определимся с главным С апреля по октябрь лучше, пожалуй, Opel На сухом асфальте разница в разгоне не так существенна А управляемость и яркая внешность Скрасят отставание в 0,3 секунды Но с середины октября по конец марта Мазда вне конкуренции Ураганная динамика и полный привод Наполнят адреналином даже заснеженную дорогу Так что осталось решить Что вам ближе Или купить обе Тогда точно не пожалеете ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА